В городской администрации стало на одного крупного чиновника меньше. Структуру мэрии сегодня упорядочила Челябинская городская дума. Кроме того, депутаты внесли изменения в бюджет города на нынешний год и помогли получить жилье ветерану труда. Подробности у Ксении Шуминой. 25-й в повестке, но самый насущный вопрос о предоставлении жилья ветерану труда. Сотрудница онкологического диспансера Зинаида Кораблева 20 лет стояла на учете по улучшению жилищных условий. Пенсионерка была вынуждена делить однокомнатную квартиру вместе с сестрой и племянницей. Хотя по документам ей принадлежит половина дома в частном секторе. По сути дом был веткоаварийный, грозящим обвалом. На сегодняшний день он развалился. Поэтому требуется, вот для того, чтобы эту коллизию преодолеть, требуется исключительное решение о вселении Кораблевой в дом ветеранов решения дома. Проект решения предлагается, и мы просим поддержать. Депутаты проголосовали «за». Также единогласно подняли карточки при изменении структуры городской администрации. Упразднили три должности. А функции замов главы администрации по финансам, экономическому развитию и транспорту, а также ЖКХ разделили между Олегом Слиньковым и Егором Ковальчуком. Внесены изменения и в параметры городского бюджета на нынешний год. За счет дополнительных доходов решено профинансировать несколько направлений. Достаточно много изменений, в том числе на благоустройство. Будут направлены деньги для установки во дворах новых контейнерных площадок, ремонта старых контейнерных площадок. Также были предусмотрены деньги для содержания дорогостоящего медицинского оборудования, которое нам пришло по национальным проектам. Станислав Машаров также отметил, что вскоре все челябинцы смогут участвовать в распределении бюджетных денег на благоустройство города. Она будет заполнить специальную анкету. Как будут распространять эти опросники и, главное, как их потом собирать, депутаты обсудят в ближайшее время.